Привет, друзья! Благополучие и счастье всех членов семьи определённо являются целью для многих из нас. И думаю, сомнений нет, что ради близких людей не жалко пожертвовать и чем-то ценным. Конечно же, так бывает далеко не всегда, но в то же время история нашего сегодняшнего героя смогла растопить сердца миллионов людей во всём мире. И я просто уверен, что вам также стоит обязательно её услышать. Водитель такси из Бомбеи по имени Дешрадж Джи никогда не мог похвастаться хорошим достатком или особым везением. На его месте многие просто жалуются на свою жизнь и обвиняют весь мир в несправедливости. Но в то же время наш пенсионер не опускал свои руки. Этот приветливый и улыбчивый дедуля никогда в жизни не сказал прохожему плохого слова, а глядя ему в глаза, отказываешься верить, что его жизнь истерзана тяжёлыми событиями. Беды начались с тех пор, как с разницей в несколько лет пенсионер потерял двух сыновей. И возможно, кто-то скажет, ну с кем не бывает. Да, собственно, таких примеров пруд пруди. Но в то же время старик не отказался от невесток и четверых внуков и принял решение, что теперь он обязан их обеспечивать и помогать. К слову, думаю, не нужно и говорить, что многие на его месте просто бы жили на свою пенсию, заставляя невесток выкручиваться самостоятельно. Но вот Дешраджу принял решение пойти работать в такси, чтобы хоть как-то прокормить большое семейство. И всё бы ничего, но как только дедушка пришёл в себя после потери детей, пришли и новые проблемы. Его внучка по имени Анила однажды подошла к нему с неприятным вопросом. Дело в том, что девочка на тот момент училась в средней школе и хотела узнать, сможет ли она рассчитывать на дальнейшее обучение. Само собой, ещё совсем юная малышка осознавала, что вряд ли услышит положительный ответ и учёбу придётся забросить. Но даже несмотря на бедственное положение, Дешрадж поклялся внучке, что приложит все усилия ради того, чтобы она смогла получить хорошее образование. Бедный таксист тогда ещё не представлял, где раздобыть денег, но твёрдо решил, что сдержит своё слово. С тех пор мужчина стал работать по 12-14 часов в сутки. И это даже несмотря на свой возраст, а выходных и вовсе не было. Большая часть его зарплаты уходила на оплату школы и обучение внуков. Но в то же время семья практически голодала. Плюс на голову свалились и новые проблемы. Ведь внезапно заболела и жена Дешраджа. Бедный старик был шокирован тем, как столько проблем могут свалиться одновременно. Но и это его не сломило. На лечение любимой супруги требовались немалые деньги. И дедушка принялся ходить от двери до двери, выпрашивая милостыню, чтобы купить недешёвые лекарства жене. «Я не мог поверить, что это происходит со мной. Ты просто живёшь и что-то планируешь, а потом в один миг мир рушится на глазах», – говорил, едва сдерживая слёзы, старик. И так уж получилось, что впервые за свою долгую жизнь мужчина не знал, что ему делать. Он работал сутки напролёт, спал по несколько часов в день, а в свободное время искал подработку. Даже молодые мужчины не берут на себя такую нагрузку. Но сердце дедушки грело лишь осознание, что его внуки смогут жить лучшей жизнью, чем он. К тому же таксист видел, что внучка делает большие успехи в учёбе и уже мечтает о том, чтобы стать преподавателем. И именно тогда в голову старика и пришла сумасшедшая, но единственная идея – как выбраться из сложной ситуации. Спустя несколько месяцев после потери старшего сына он отправил всех своих невесток и внуков из Мумбаи в деревню к своим родственникам, а сам продал последнее – свой дом. Плана, как же и дальше, по-прежнему не было, но денег с продажи дома хватило на оплату учёбы, а значит цель была достигнута. К тому же все оставшиеся деньги от продажи недвижимости он отдал жене и невесткам. Дешрадж успокоил родню, рассказав историю о том, что работодатель выделил ему комнату. Но, конечно же, это не было правдой. И пока родственники были уверены в том, что у дедушки всё хорошо, последний попросту оказался на улице. Единственным имуществом старика осталась его старенькая машина, куда вскоре ему и пришлось перебраться. Старое такси стало новым домом для Дешраджа, и каждое утро, как ни в чём не бывало, он выходил на работу, с воодушевлением показывая туристам свой город с утра и до позднего вечера, а почти все заработанные деньги отправлял жене и невесткам. Собственно, так прошёл целый год, и только лишь спустя много месяцев семья узнала, на какие же жертвы ради них пошёл старик. Конечно же, узнав всю правду, родные стали отговаривать дедушку от такого образа жизни, а сама внучка уже несколько раз пожалела, что завела тот роковой разговор. Но старик был непреклонен и твердил, что он один мужчина в семье, и пока у него есть силы, он сделает всё ради них. Единственным способом подсластить нелёгкую жизнь дедушке было подарить ему позитивные эмоции. Так Дешрадж уже вскоре узнал, что его внучка сдала первые экзамены и даже оказалась лучшей в рейтинге своих однокурсников, она поступила в педагогический университет абсолютно бесплатно. А это означало, что вложения, наконец, принесли свои плоды. Радости дедушке не было предела, и узнав эту новость, гордый таксист целый день возил клиентов абсолютно бесплатно, хвастаясь им, какая умница растёт в семье. И неизвестно, чем бы закончилась эта история, но именно так мир и узнал о том, какой же жизнью живёт с виду счастливый и приветливый старичок. И стоит сказать, что история настолько тронула жителей Мумбаи, что спустя время неравнодушный клиент такси создал страницу на краудфандинговой платформе, где и рассказал о тяготах жизни Дешраджа. Изначально планировалось собрать определённую сумму и снять комнату дедушки. Но никто не мог и представить, что история станет настолько популярной. Её даже подхватили местные СМИ, а тысячи людей, узнав о самоотверженном старике, не смогли остаться в стороне. С тех пор пожертвования регулярно стали поступать на счёт, и всего за месяц удалось собрать более 35 тысяч долларов. Благодарный таксист не мог поверить в то, что мир не без добрых людей, и получив первую сумму, он со слезами на глазах заявил, что на эти деньги планирует выкупить семейный дом обратно, а также вернуть домой родных. К тому же собранных денег хватит и на оплату обучения остальным его внукам. Ведь даже несмотря на все сложности, главной его мечтой по-прежнему является дать любимым внукам достойное образование. «Моя жизнь последние несколько лет была посвящена семейству. Сумма, полученная от всех этих добрых людей, обязательно пойдёт на благо моих внуков. Главной радостью для меня является видеть то, что они будут жить лучше меня», – признался герой. И так уж получилось, что благодаря неравнодушным людям, которые смогли предать историю огласке, все беды Дешраджа закончились хэппи-эндом. Но поражает другое, а именно любовь дедушки к своим близким. Наверное, сложно сейчас найти такого человека, и Дешрадж точно заслуживает огромного уважения. Друзья, а лично вы, как расцениваете поступок мужчины? Обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а на сегодня это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. И до скорого. Пока!